Недельная глава называется «Эмор». Это восьмая глава книги «Ваикра», то есть восьмая часть недельной главы. И имя своё получила по первому значимому слову текста «Эмор» «Скажи». Содержит стихи с 21 главы 1 стих по 24 главу 23 стих. Если мы следите за недельными главами Торы, мы можем увидеть, что каждая глава имеет свои какие-то определенные аспекты. Мы можем увидеть, что каждая глава имеет определенные вопросы, которые Бог говорит своему народу. Но эта глава моя любимая, почему? Потому что это Левит 23. И как мессианская община мы знаем, что такое Левит 23. И это что? Это Майдим. Это праздники Господни. Это те памятные дни, которые Господь дал нам для того, чтобы мы могли остановиться в суете этого мира, в этого движения и вспомнить о Господе. Он говорит, остановитесь на путях ваших и познайте, что я Господь. А вы кто? А вы мои овцы, а я ваш пастух. Итак, Левит 23 глава с первого стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, которых должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. И дальше идет перечисление всех праздников Господних, о которых мы знаем. Это Шавот, это Йом Труа Газикарон, который мы сегодня называем Роша Шана. Это Сукот. Меня очень интересно удивил вот этот момент. Вначале он говорит, объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках моих. А потом идет заповедь Шабата, и он опять говорит, вот праздники мои. И получается, как бы, что Шабат, он выбивается. Шабат, он вылетает из вот этого списка. Получается, что он говорит, вот мои праздники, Шабат, и опять, вот мои праздники. И вроде бы все нормально, потому что это недельный праздник, Шабат, каждые семь дней, да. А праздники Господни, они имеют определенный временной отрезок. Но я почему-то так подумал, знаете, у Бога ничего не бывает просто так. Вот почему он не сказал. Ну вот смотрите, семь дней, вот это первый, а это второй. То есть он как бы дал определенный, говорит, вот мои праздники, Шабат, и вот мои праздники снова. И я начал размышлять. И вот слово моэт, да, которое обозначает слово праздники, имеет такое четкое, такое очень большое смысловой спектр понимания. Первое, то есть это назначенное время какое-то, определенная пора, собрание, встреча, назначенное место, место встречи, сигнал или знак, или еще есть другой, свидетель. То есть Бог говорит, вот мои свидетели. Это свидетели мои. А кто такие свидетели? Давайте порассуждаем. Что говорят свидетели? То, что они видят. Правильно? Итак, Бог говорит, мои свидетели, дни, особенные дни, в которых вы, как мои дети, должны собираться вместе. Вы должны отделять эти дни от чего-то для того, чтобы приблизиться ко мне. Будьте святы, ибо я свят. Правильно? Смотрите, что происходит дальше. И если мы посмотрим в Писание, то, конечно, первый раз мы встречаем Шаббат, когда? При сотворении. Спасибо, Борис. Господь шесть дней творил, а седьмой день что Он сделал? Он почил и сказал, слушайте, хорошо, весьма хорошо. Мне нравится, что я сотворил. Прекрасно, все прекрасно. А потом, когда у нас в следующий раз про Шаббат мы вспоминаем? А потом, ого-го-го, сколько времени прошло. Был потоп. Потом Бог призвал Авраама. Потом Ицхак, Яков. Потом Йосиф в Египте. Потом время исхода. И самая первая заповедь, это заповедь... Не поймал вас. Это Песах. Заповедь о Песахе. Тогда же вопрос, а что же, когда же Шаббат вспомнился? Когда Он дал уже манну, помните, да? Когда Бог уже дает своему народу манну, хлеб с неба, тогда только появляется снова в нашей истории Шаббат. Шабатон. То есть время покоя, время доверия. И Он говорит, что если вы собираете шесть дней, то не надо на седьмой день собирать. Вот соберите вот шестой день, сколько вы можете. И написано, что хватало этого на все два дня. То есть это был... А те, кто спешил там или пытался что-то сделать больше, что получалось? Он все терял. Черви съедали все. И тут вопрос, вот почему же такой подвод, я такой делаю, длинный подвод, праздники Господни, Шаббат, который стоит вроде бы отдельно, но который является логическим продолжением, все праздники логическим продолжением. И смотрите, но тут уже дальше важно увидеть. Мы видим следующую заповедь уже Шаббата, когда на горе Синай, когда Бог дарует Тору. И мы видим, что Господь говорит, что искажи сынам Израилевым, чтобы... Что они делали? Точно. Они почитали день субботний. Чтобы они хранили день субботний. И вопрос возникает, в чем же такая важность этого субботнего дня? Вот мы в субботу собрались здесь вместе. Почему это важно? И я не зря сказал слово «свидетель». Видите, я так держу вас постоянно в том, чтобы вы помнили, о чем я говорю. Итак, Бог дает определенные дни для того, чтобы встретиться со своим народом. Он говорит, что это не просто дни, это особенные священные дни, когда народ Божий собирается для того, чтобы встретиться с Ним и отделить себя от бытности. И знаете, я только подумал, что Шаббат, Шаббат, я вдруг понял, это тренировка вечности. С Шаббата все началось, и чем все закончится? Все закончится Шаббатом. И будет покой, будет Божье сотворение, будет новая земля, новое небо, и не будет плачущего. Бог опять вернет вот это изначальное, что было вначале, то, что потерял человек. И Бог говорит, посмотрите, Шаббат не идет просто отдельно. Каждую неделю вы будете прикасаться к вечности. Каждый, весь год вы будете останавливаться на вашем пути. И вы будете сравнивать себя с тем, что есть в вашей жизни. Потому что каждый праздник, это не просто праздник, как, знаете, оба отплясали, покушали. Это время изменения. Это как мы разговаривали с навигатором, моряком, и он говорил, это как, знаете, как путь. Человек проложивает курс, и мы идем по этому курсу и смиряемся. Правильно я плыву? Нет, здесь я сбился с курса, надо вернуться. Но Шаббат – это время, когда мы должны всегда помнить, что мы принадлежим небу. И через все праздники проходит этот принцип покоя. Доверься Богу. Бог все сотворил. Доверься Богу. Бог видит тебя. Доверься Богу. Бог знает тебя. Доверься мне. Я приду и помогу тебе измениться. Вы понимаете? То есть это такой бесценный дар, Левит 23 глава. И Шаббат – это инструмент, это подарок Господа каждому из нас. Конечно, это может превратиться в такой, знаете, ага, в субботу не собирают, не празднуешь Шаббат, значит, все. Ну и шо? Он господин Шаббата. И он говорил, что если Вова упадет в яму, что сделает хозяин? Он вытащит этого Вала. Если в вашей жизни наступает момент, и надо в субботу что-то сделать, это не означает, что вы предаете Бога. Но вы все равно должны всегда помнить, что Шаббат – это время, когда ты можешь остановиться и прикоснуться к вечности. Бог говорит, вы люди вечности, вы не принадлежите суетливому миру, вы принадлежите мне. И эти праздники – подарок каждому из нас. Да, кто-то, знаете, очень важно зажигать вместе с семьей, собираться вместе, зажигать Шаббатные свечи. Это правильно, это хорошо. Это хорошая традиция, которая была сделана народом Божьим для того, чтобы сохранить единство семьи, сохранить единство народа. И это правильно. Но каждый раз, зажигая свечи, надо помнить о вечности. Знаете, мы люди не очень, ну, мы не любим говорить о каких-то таких неудобных вещах. Мы не любим говорить о бедности, мы не любим говорить о болезнях, мы не любим говорить о смерти, мы не любим говорить о каких-то вещах, которые нам не нравятся. Но что все это значит на пороге вечности? И когда мы учимся смотреть на все происходящее с нами, на хорошее, на плохое, с позиции Бога, с позиции вечности, мы понимаем, что все пройдет, все изменится, останется только Бог, останешься только ты перед Богом, и тебе нужно будет давать отчет перед Ним. Поэтому шаббат – очень хорошее время для каждого из нас, чтобы мы остановились на пути к среде недели, вдохнули вот этот воздух неба, выдохнули и пошли дальше. Смотрите, Ишоа говорит, не Ишоа, а апостол Павел, Ребешаоль говорит в послании к евреям, к мессианским евреям, 4 глава 9 стиха, «Посему для народа Божьего еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». И здесь мы видим доверие, доверие Богу. Доверие Богу, как когда-то народ Израиля доверял Богу в пустыне, когда была еда, потому что хлеба-то не было, то, что давал Бог, то и ели. То так и сегодня покой, менуха, доверие, вера. Я хотел, чтобы, знаете, читая это место Писания, вообще эту главу, Бог все время говорил о святости. Он говорил освящение, святость, осветись, отделись. Он говорил, как бы, вы не принадлежите этому миру. Это еще раз я хочу второй раз подчеркнуть. Мы не принадлежим этому миру. Да, мы находимся в этом мире. Да, мы прикасаемся к реальности этого мира. Да, в нашей жизни есть проблемы. Да, нам приходится преодолевать трудности. Да, нам приходится менять наши какие-то неустройства. Но всегда надо помнить, что в седьмой день Господь сел, посмотрел на все заделанное и сказал, весьма хорошо. Так и мы в нашей жизни. Да, Ишуа скорбел, Ишуа радовался, Ишуа господин Шабата. И Он нам дал эту власть, власть быть, называться и быть детьми Божьими. И каждый раз, когда мы читаем недельные главы Торы, нам нужно смотреть вот именно через спектр вечности. Все изменится. Только Бог один реален. Все растает, как туман. Только Бог один реален. И если Он сказал, так и будет. Это очень просто. И это очень тяжело. Потому что нам нужно учиться этому. И Шабат это то же самое. Это время тренировки, когда мы учимся принимать Бога и Его волю в свою жизнь. Когда мы учимся доверять Ему, когда мы учимся встречаться, слышать Ему. Ишуа что говорил? Имеющий уши что? Да слышит. А тот, кто имеет глаза, да видит. То есть не просто смотреть и не просто слушать, а слышать и видеть то, что Бог показывает тебе. Ту заботу, которую Он проявляет тебе, ту верность, которую Он хранит тебе, ту надежду, которую Он никогда не перестает тебе дарить. Шабат – время вечности. Шабат – подарок от Господа. Знаете, как сказал один хороший человек, царская диадема в его короне. И какая-то диадема принадлежит каждому из нас. Поэтому могу вам сказать, хорошего шабата. И вот это приветствие, шабат – шалом. Знаете, я просто вам говорю, вот этот покой, шабат, мира, пусть будет в вашей жизни. Мы привыкаем к этому как к здрасте. Шабат – шалом, здрасте. Нет, я вам говорю, шабат – шалом. Благословение, тот Божий покой, та Божья радость, которую Он вложил в него. Вот этого я вам желаю. И желайте друг другу того же самого. Потому что чем больше мы отдаем, тем больше мы приобретаем. Шалом и хорошего вам шабата. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok